игрушка rogo trooper redux была выпущена в 2006 году она выходила на playstation 2 по-моему на pc вот она маячила просто так я тогда в нее не играл на плэхе 2 она маячила туда-сюда постоянно харя солдата синего почему он синий не знаю может быть узнаем по ходу игры но сам синий цвет он мне напомнил сразу сразу пришло на ум рассказ стивена кинга есть поле боя сразу как бы салтофон этот мне напомнил этот рассказ там где при чуваку я буду говорить сам буду переключаться потихонечку на микрофон который для теста у нас что проходило одновременно вот был рассказ такой по battlefield он называется на английском обязательно почитайте рассказ небольшой но с очень очень крутым вообще классная история вот я сейчас переключаюсь на микрофон и я сейчас буду звучать или звучу уже с я звучу с dualsense вот можете сравнить как он себя в принципе чувствует как мой голос звучит да мне сейчас не слышно у меня мониторинга здесь нет я специально его не использую на этом наблю микрофоне есть прямо директ мониторинг в ухо можно включить и регулировать звук себе на ухо но мне удобнее я подключил просто вот наушники самые простые за 10 евро от sony взял отключил чтобы не было был звук просто-напросто вот и все мы настроим сейчас сделаем немножко кстати сразу можете заметить что клавиши на джойконе они слышны да когда переключаешься на вот этот dualsense и соответственно блин эта песня я сделаю тут не сфикс лаундштрека то есть я сделаю звуки чуть-чуть пониже даже вот так наверно музыку оставлю игрушка очень громкая я уже ее так попробовал 5 стек чтобы понять что за звук и блин вот эти звуки войны они заглушают все на свете я убрал сейчас маленький если что мы их поднимем да я напомни я говорю сейчас через джойстик что мне еще напомнило кроме рассказа стивена кинга вот эти чуваки с синей кожей которые выращивают которых выращивают где-то в пробирках мне напомнила на игру зен он был тоже такой же синего цвета обалденная игра на дэнди одна из моих любимых я расскажу в следующем выпуске который будет на моем канале душу наружу я рассказываю по мой опыт в видеоигра как я вообще в какие игры играл есть первый выпуск выпуск уже вышел можете найти его на канале это подкаст плотневудский подкаст душу наружу часть 1 по что мы играли в ссс вот потом будет выпуск на дэнди где подробно расскажу про те игры которые меня впечатлили больше всего из среди них естественно зеленый галактик ниндзя я переключаюсь сейчас спокойно переключаюсь опять обратно на usb usb микрофон blue и сейчас вы можете в принципе уже сравнить да в чем же отличается сама суть и стоило стоило ли тратить 80 евро не знаю впечатление можете писать в комментариях а мы поедем нажимаем начать новую кампанию перед посмотрим что это за игрушка буквально минут может быть 30 мы в нее поиграем ради интереса чтобы вы знали а что же это за вот видите девушки красивые у них тоже тут ходят я чуть забыл хочу хотел сказать мы али гэлэс гэлэс их зовут гэлэс это не учебная тревога садитесь капсулы эти и сволочи на нас опять нападают по сюжету я посмотрел почитал война северо-юга очень классно не так замудрили север и юг все просто и там такие компучийцы но сейчас посмотрим да вот бригада чуваков с разными способностями один снайпер другой там подрывник это не как в учебке чувак давайте внимательнее там увидимся на поле боя ну прикольно начало завораживающее и соответственно то есть я не знаю как меня слышно но будем надеяться что никто не не сопит не копит и все вы можете слышать что я говорю кварцевая зона зона кварц ну это кто стоит так он и остался в тиме чувак главарь походу босс самый последний ничего себе не кузов ничего себе не пузов это ловушка Нормально высадили здесь, называется. Поехали. Я свой экран сделал побольше, мне так больше нравится. Когда сама камера у PS5 не очень хорошего качества, я не знаю, это наверное 720 пикселей она выдает. Даже не 1080, мне кажется. И когда видно четко эмоции играющего, это намного интереснее. Итак, подтвердите посадку. А вот они и получатся. Что-то я вот так... Неплохо. А вот он мой дружба. Есть контакт. Вот за этими можно прятаться. Игра от фирмы Eidos, ребята. Кто знает фирму Eidos? Эта фирма, она издала очень много всего интересного. В том числе и Том Брейдер. О, они с двух сторон. В серию получается. Что если я спрячусь? Опа. На. Ахахахахаха. Ахахахаха. Ахахаха. Ахахахаха. Ахахахаха. Вот это я его мочканул. Ганатой. Ну это мой жбан, что-то. Я его достал. Ну держись, чувак. Ужаско. Товарищ, блин, попал под раздачу. Я был слишком медлен, Рогу. Слишком медлен. Ты получишь второй шанс. Мы... Нас зовут ГЛС. Даже после смерти эта война не закончится для нас. Он чип вставляет в солдата, короче говоря, себе в оружие. И получается, этот чувак у меня в оружии живет. Ты в порядке? Ну если не считать того, что я был мертвый, то да-да. Ну тогда пойдем-ка за ними еще поохотимся, говорит. Говорит чувак. Том Брейдер, кстати, выходит коллекция в январе. Обязательно будем делать стрим по нему. Очень классная коллекция. Первая, вторая, третья части. Это просто обалдеть. Но... Эйдос... По-моему, они и Mass Effect, по-моему, выпускали. Хотя... Не, Mass Effect, по-моему, это другая фирма. Ааа... Не... Mass Effect же BioWare. Чё-то я запарился. Не, они выпускали Devil's X. Вот. И команда, по-моему, сервища. У нас био-чип штык в январе. Вот он, короче... Теперь у нас есть автоматическое прицеливание. Ага. Вообще, конечно, Уэйдос Томбрейдер самая такая известная. Ну и Хитман, наверное, тоже. Самая известная линейка из их игр. Ну, а так управляется... Вообще, чувак офигенно. Очень удобно. он с базукой у них все акцент такой прикольный и шутскими используем ладно поехали юнтон конечно это вообще все ягушка сделана с такими как малек с приколом по-видимому это был очень популярный комикс в америке но для нас до нас эти комиксы не дошли я вот если честно только в куклу когда наводил справку я узнал что это оказывается комикс ну и по зену тоже зену интергалактик ниндзя тоже это был комикс в зене там связано с экологией да то есть там лог загрязнения захватывает планету а он его экологическая команда освобождает нашу землю там даже в конце ну вот спойлер в конце там бьешься с логом загрязнения на фоне земли ну так как игрушки уже 30 лет поэтому я спойлеров этих не боюсь и вам тоже не стоит бояться игрушку просто офигенная можете походить и не бояться что я что-то там за спойлер так вы не можете саморегенерировать используйте мидипак чтобы но я чего вот у меня внизу мы можем использовать на кнопку права используем мидипак а теперь куда так по графике она ну конечно игрушки уже старенькая это чертова война и пойдем еще парочку нордов замочим и и и и и и и в и и и ты была ухо это наше чего кончились патроны чувак стоечку чувак принял стоечку мы уже достаточно сильные чтобы взять эту крепость у меня осталось немного патронов надо их пожалеть или они у меня они у меня бесконечны метиться конечно не очень удобно джойстиком поэтому для тех кто почитает персоналку но передвигаться сложнее так идем дальше здоровится у меня нормально чего нету у меня этой ну-ка блин а где же мне патроны то не тут война война так война Настоящая война. Не знаю, как у вас атмосфера, но тут в наушниках. Война настоящая. А-а-а! Что у меня так и нету? А-а-а! Шесть есть. Отлично. Потому что... Вау! Тут прицел есть. У-у-у-у-у! Чё, пистолетом тоже ништяк? Ну вот сейчас я вот очень активно управляю джойстиком, да, и вот слышно клавиш, как я нажимаю или нету. Интересно было бы послушать. Это, конечно, я сам клавишу посмотрю. Обязательно. Не, ну тут точно надо было, блин, вот этим делом. Та-ак. Эй! Чё-то. А-а-а! Наймс! Ты смотри, они меня зажали тут. Сейчас, 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 ребята. О-а-а-а! Да нет, ну хватит, ну! А-а-а! Ты смотришь, чтоoh, что я прилуешь? А-a-а! Шесть. Вот так вот. Шесть-wald. Война прям, не нажися на смерть. Опа, пишут. Сейчас надо эти. Вот они-то нам не хватает. И не дают житья вот эти вот. Жития моей. Есть. Кам, да. Кружка классная, разнообразная. Глянь. Прям как... Четко. Все, поспокойнее с ними. Без них-то стало. Ну, классно, я это все взял. Зажег. А что ты понимаешь язык? Нарез на задумку. Я стою. О, прям в лобешнике завинтило. Где-то там. Где-то там чекушило. О, погоди. Спокойненько. Здравствуйте. Ключу. Спокойненько. Ух ты. О! О! Все, попал. Ее сейчас что-ли надо забить. Я не знаю, что-ли надо забить. Ух ты, как классно, ух ты, как классно. Извини, братан. Сынови. Блин, чудушь, аж, я так напрягся, аж, блин, шея заболела. Жди здесь. Теперь второго покоцало. Вот он устроил. Кровавую баню. Вот чип. Спасибо за второй шанс. Хорошо, что был рядом. Ну, мы должны отступать. О, миссия первая пройдена. Ну, ребята, в принципе, игрушка очень даже прикольная. Вот, прецизион, точность, 55%. 330 выстрелил. Ну, это я в конце вот неплохо их покоцал. Ну, раз уж мы по синий цвет, вот на синем сонике, у меня находится игра, которую я все очень хочу, я ее выбрал именно, чтобы с вами вместе постримить. Чтобы ее вместе прямо пройти. Я сделаю на нее тоже коротенький заруб. То есть это коротенький обзорчик. Вот. Потом я попробую ее просто вместе с вами пройти, потому что игра очень страшная, и мне одному, и мне одному ее страшно проходить. Это игра с обувь от ними. А я очень сильно боюсь обувь от них. Расскажу об этом попозже, в случае, когда буду делать обзор на The Order. 1886 год. The Order появилась на PlayStation 4 и была как бы такой технической демкой, можно сказать. Очень классная игра, которую я... Она не сильно длинная, поэтому я ее, как бы тоже, это был один из критерий, чтобы взять ее, как бы, как первую игру, которую я хочу пройти именно на... Вместе с вами на стриме. Вот. И она очень такая графонистая, и, как я уже сказал, очень страшная. Поэтому в одну харю я в нее играть не собираюсь. Био-чуп Багмана. Багмен. Багмен. Сейчас в вашем рюкзаке. Он управляет инвентарем. И производит из старых материалов разные приблуды и апгрейды. Нормально. Материалов вы можете найти на пунктах или у трупов. Соберите мне чуть-чуть материала, чтобы... Чтобы сделать какой-то объект. Ну, давайте попробуем. Вот я собрал материал. С помощью DigiPets вы можете сделать апгрейд. Или сделать... Амуницию можно... То есть патроны можно там же сделать, да? Сейчас вам нужно купить апгрейд микромина. 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 Что здесь? Карта у нас есть. Ага. Микромина. Служат для уничтожения определенных объектов. Поставьте на замок одну микромину. Микромина. Микромина, микромина. Что за слово такое? Микромина. Не потомуль, блин. Микромина. 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 Они мигают на радаре и взрываются автоматически. Как только вы отойдете. Ага. Вот так вот. Микромина. очень интересный я не пойму откуда только из гильзинки хина этот акцент безумы нет микрамины опять микрамины они могут быть к ловушке использованы музыка кстати прикольная не знаю что что за композитор здесь сочинял музыка классная поставьте возле двери бункера поехали чем не отсюда микрамины за император микрамины за император микрамины за император нет это не микрамины ребята а нет это вот эти микрамины как раз они взрываются ничего себе это на L1 кучу поставишь вот есть такое вслухую передать это тоже офигенно а блин вон кого надо замочить у меня фигачит прямо эй ты чувак ну что ж принципе игрушка очень-очень такая достойная да и как бы прям интересно поиграть что дальше будет какие дальше миссии тоже ее в принципе можно будет на печи наверно зарубиться но а я не буду отнимать больше ваше время вы посмотрели уже знаете о чем игра примерно это обалденный шутер такое от третьего лица вот мы сегодня потестировали с вами микрофончик blue я сейчас сам не знаю как он звучит как бы я на тест на ходе было все нормально но я сейчас сяду и послушаю и надеюсь что не будет ни крепить не и будет приятно звучать это все дело так что в дальнейшие если все будет нормально дальнейшие загрузы будут проходить именно с ним и посмотрим сколько он у меня задержится надолго ли его хватит и он еще раз повторяем напрямую playstation 5 подключен очень простая настройка то есть ничего не надо не надо ни такого софта айзена не надо аудио интерфейса для начала а я именно начинающий стриме этого вполне достаточно чтобы начать с приятным голосом подавать контент который мы очень любим наши любимые видео игры которые я обожаю и очень счастлив что у меня есть playstation 5 что у меня есть такая возможность стрима передавать эмоции через экран играть свои любимые игры вместе с вами это просто оболбить такого у меня никогда раньше не было опыта я не устану это повторять такое ощущение как будто у меня открылся свой салон видеоигр так круто всем пока счастья здоровья с наступающими праздниками я уверен мы еще увидимся и перед этим новым годом будет офигенные стримы у меня отпуск друзья и мы посмотрим пару гигантов таких что ухууу я уже много чего придется всем пока Субтитры сделал DimaTorzok